Великобритания 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 Согласно мифологии серии, Лондоном через Криминал управляют темплиеры. В свою очередь, наши герои, Джейкоб и его сестра Иви, будут избавлять город от кукловодов и косвенно воздействовать на политику, экономику и другие общественные переменные. Главная же цель — отвоевать Лондон и вернуть его обратно людям. Но для начала отстоять часовую очередь. Желающих познакомиться с демоверсией оказалось слишком много. И было решено — не геймеры должны ехать к игре, а игра геймерам. Так синдикат отправился в международный промо-тур, одной из остановок которого стала Москва. Это атмосфера исторической релевантности, это атмосфера, где ты погружаешься не только в игру, но еще и в ту эпоху. Хотите почувствовать себя англичанином? Приходите в английский клуб. Сядьте за стол, где играли, правда, в карты, а не в видеоигры, Пушкин и Грибоедов. Осмотрите библиотеку, в которой пропадали Толстой, Крылов, Чаодаев. Клуб был главной дискуссионной площадкой российской аристократии — местом, куда стремились попасть. Многие с рождения записывались, потому что количество членов было ограничено. Не более 600 человек, а очередь — ну, где-то полторы-две тысячи желающих. Говорят, что даже сам государь-император Николай I прислушивался к мнению английского клуба, спрашивал, что об этом говорят в московском английском клубе. Сегодня зал клуба — важная часть музея современной истории России. Он открыт для всех, но главное — открыт к диалогу с юношеством на языке молодых. Видеоигры, как к ним не относись, возбуждают интерес к прошлому. Освобождать Лондон героям Assassin's Creed будут помогать его жители, среди которых знакомые всем по школьной программе Чарльз Диккенс и Чарльз Дарвин. Очень мне нравится наша комьюнити, которая говорит, что Assassin's Creed не прощает прогулянных уроков истории. Физкультуру, кстати, тоже лучше не пропускать. В игре стало еще больше движения, а система боя заиграла новыми красками. Чего стоит клинок, скрытый в тросте? Такой же, к слову, стоит и в музее. Транспорт очень интересен в этом сеттинге. То есть раньше нужно было делать все пешком, но интереснее больше исследовать город самому. На карете это еще и быстро. Паровые двигатели преобразили взгляды англичан на мир. Огромные пространства оказались на расстоянии вытянутой руки. Крюк в перчатке – еще одна аллюзия на прогресс. Возможность за секунды взлететь на любое здание. Первое ощущение было – о, классно! Я только на нем передвигалась в первое время. Есть люди, которые не любят все эти нудные лазания по стенам. Для таких людей этот круг будет идеальным решением. Промчаться от Биг Бена до вокзала Ватерлоу. Насладиться видами собора Святого Павла. Помимо экскурса, эта игра еще и экскурсия. Кажется, нам получилось привнести классный исторический туризм во франшизу. Хотелось наплевать на все эти задания, просто взять и тупо погулять по городу. Ну, естественно, по крышам, потому что с крыши все лучше видно. И действительно, ехать в Англию, чтобы проникнуться ее архитектурой, теперь вроде как не обязательно. Обзаведитесь виртуальным билетом под названием Assassin's Creed Syndicate, и вы увидите многое. Приключения стартуют в октябре. Субтитры создавал DimaTorzok